В день приезда музыкантов им показали выставку сокровища долины царей Тувы, Аржан-2 и зал воинской славы Афганской войны. Провели краткую экскурсию по скульптурному комплексу Центр-Азии. Музыканты признаются, что гостили во многих городах России, а в Туве они впервые. Мы здесь впервые, в вашей прекрасной республике. Давно уже хотели сюда приехать. Ну как-то были проездом, проезжали, но официальных приглашений не было. Вот мы очень рады, что нам доверили такую честь на родину нашего министра обороны, тем более, приехать. Вот, это особый почет. За три дня пребывания в столице Тувы у музыкантов были запланированы два полноценных сольных концерта, в котором они выступят в полном составе, который был образован 33 года назад. Канун нашего 30-летия, три года назад, мы решили все-таки собрать, потому что сейчас есть несколько составов каскадок, которые есть помоложе, которые там в другом городе живут. Но мы именно захотели собрать тех старых, с кого все начиналось. Вот, и нам это удалось, насколько нам это удалось, вы услышите на концерте. Несмотря на то, что творчество группы «Каскад» рассчитано на особую категорию слушателей, и зал театра был полностью заполнен. Вот они, ветераны «Каскада». За клавишными основатель группы Андрей Сухов, на ударных играет Валерий Рябченков и два гитариста и вокалиста Игорь Белов и Кирилл Водонницын. На концерте были исполнены песни «Виват, Шурави», «Посты», «Афганский вальс», «Танки», «Мы уходим» и другие. Со вступления первой песни музыканты сразу приковали к себе все внимание зала, потому что музыкальные произведения офицеров, видевших своими глазами войну, звучали убедительнее, ведь патриотизм и любовь к родине темы понятны тем, кто их чувствует. Расман Гуш, Буяна Юн, телекомпания «Новый век».